Уважаемые братья, поистине вера в судный день, вера в то, что мы все с вами, перед нами стоит хабр, могила, и то, что мы воскреснем из наших могил и встанем перед Аллахом в день великого суда, это пятый столб нашего имана, нашей веры. И тот, кто в это не верит, он не является верующим, это признак неверующих. Подумали неверующие, то, что они не воскреснут, и обращали их к своим пророкам и говорили, когда мы, из нас останется прах, кости, неужто мы заново воскреснем и станем из своих могил. Верующий отличается тем, что он верит в судный день, верит в то, что он встанет перед Аллахом, субханаху ва-те'аля. И в сурате «Аль-А'раф», сура «Преграды», есть рассказ о том, что предстоит в судный день, то, что предстоит, та картинка, которая будет в судный день. Поистине люди разделятся на две категории. Одна группа в раю, да, Аллаху Субхану, чтобы мы все там были, и другая группа в аду. Абдуллах ибн Умар, когда читал этот айя, всю ночь не мог заснуть и плакал. И тогда сказали, что тебя заставило не спать и плакать этот аят. Одна группа людей в раю, другая группа людей в аду, и я не знаю, из какой категории, в какой группе буду я, сказал Абдуллах ибн Умар. А что касается говорить о нас, братья? Мы не знаем, в какой группе будем, но просим Аллаха, чтобы были в группе из тех, которые будут в раю. И вот это то, что будет хак, истина в судный день. Хотелось бы, чтобы мы сейчас сердцами переселились в эту картинку и представили. Ведь Коран не спослал на сердца, а не на разум. Аллах не спослал на Коран, на сердца. Абдуллах не спослал на сердце. Те, которые не поверили в наше знамение, не поверили в Куран, в Сунну, и возгордились над этим. То есть не приняли это, а стали поставить себя выше Курана, Сунны. Не откроются им врата небес. И не зайдут они в рай до тех пор, пока верблюд не пройдет через ушко иглы. Верблюд никогда не сможет пройти через ушко иглы. То есть никогда они не зайдут в рай. Таким образом мы накажем грешников. У них будет ложа из джаханнама, из ада, из огня, и сверху над ними будет покрывало из огня. Даже, Субханаллах, человек, когда заходит, например, скажем, в баню, в парную, закрывает дверь, закрылся маленьким покрывалом, от маленького пара, от не такого, не от огня, как ему это тяжело будет. А это, Субханаллах, говорит, они будут, у них ложа из огня, и сверху еще огненное одеяло. Таким образом, говорит, Субханаллах, я наказываю залимин, преступников. Таким образом, говорит, Субханаллах, я наказываю притеснителей неверующих. Дальше говорит, Субханаллах, о верующих, и говорит, А те, которые уверовали в Аллах и делали благие дела. Это основной принцип, по которому Аллах, Субханаллах, вводит в рай. Уверовал в Аллах и делал благие дела. Поистине, благие дела без веры тебе не помогут, и вера не поможет без благих дел. И мы, Субханаллах, говорит, не возлагаем на человека то, что не в его силах. То есть то, что они делали благие дела, он мог, каждый бы мог сделать это и зайти в рай. Уляяки асхабуль джанна, эти люди, обитатели рая, хум фиха халидун, они будут там вечно. Унази ана мафи судури хим мин гилл. Перед тем, как зайдут в рай, они что, выпьют из водоема пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, и очистят свои сердца от злобы. В этой жизни Аллах, Субханаллах, заложил в каждом качество доброты, злобы, и некий такой джихад внутри человека проявляет в себе быть добрым или злым, быть правдивым или обманщиком, быть верующим или неверующим, быть благодарным или благодарным. Все это качество есть, но человек проявляет в себе джихад. И Аллах, Субханаллах, говорит, в конце мы очистим их сердца от злобы, и они скажут, последнее слово, когда они зайдут в рай, и это первое слово, когда мы читаем молитву, и последние слова, когда они зайдут в рай, который дал нам возможность идти по этому пути, мы бы не нашли бы этот путь, если бы Аллах не наставил бы нас на него. Уважаемые братья, мы не смогли бы сегодня здесь молиться, если бы Аллах не пожелал бы. Мы не смогли бы поститься, не смогли бы читать намаз, совершать хач, если бы Аллах, Субханаллах, не пожелал бы. И скажут им, это ваш рай, заслуга ваш рай, за то, что вы делали благие деяния. Аллах, Субханаллах, дал вам в качестве, унаследовали вы за благие деяния. Дальше, Субханаллах, говорит, разговор между обитателем рая и обитателем ада. Между ними будет разговор. И обратятся обитателям рая к обитателям ада. И скажут, мы нашли, мы в раю, мы, Аллахамдуллах, со своими супругами, со своими детьми, с пророками, с шахидами, с сахабами, мы нашли то, что Аллах нам обещал за наши старания, за наш намаз, за наш закат, за наш пост, за наш хач, за наше хорошее отношение к родителям. А вы, грешники, вы неверующие, нашли ли вы сейчас воду? То, что Аллах вам обещал, они закрикнут, скажут, да, наам. В тот момент, когда огонь будет внутри их гореть, разрывать им внутренности, и будут захотят пить, дадут им гной, дадут им колючки, и будут они гореть, и не смогут умереть. Тогда глашат и скажут между ними проклятие Аллаха по отношению к преступникам, к неверующим. После этого Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит, это обитатели рая, это обитатели ада. Между ними есть асхабы а'рав. И сура названа именно аль-а'рав, преграды. А'рав, урф, говорится дословно, что это гребешок, у петуха бывает гребешок, то, что на высоте, на его голове, и он такой, как такая гора. Подобно этому, только большой-большой величины, которого не может быть, которую в этой жизни невозможно увидеть, самая высокая гора называется а'рав. В тот момент, когда Аллах, Субхану Ва Та'ля, ведет людей в рай, других людей ведет в ад, между ними будут на горе этой асхабы а'рав. Кто такие асхабы а'рав? Это те люди, в одном Тафсире говорится, у которых благие деяния сравнялись с грехами. И они весь этот, весь судный день выжидали, и не знали, где они будут, в аду или в раю. Это очень страшное положение. Интидар. Это выжидание. Миллионы лет. И человек не знает, он будет в аду или в раю. И не знает, и увидит, как будут людей заводить в ад, и как людей будут толпами заводить в рай. Также в другом Тафсире говорится, это те люди, которые вышли на пути Аллаха на джихад, но они плохо относились к твоим родителям. И они умерли с шахадой, но даже шахидом, будучи шахидом, не позволило им сразу зайти в рай, они выжидали свой судный день, свой час, куда они зайдут в ад или в рай. Поэтому, субханаллах, говорится, один пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алей салям, из Йемена, и сказал, Я, Расуль Аллах, О, посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы делать джихад с тобой на пути Аллаха, субханаллаху алей салям, ответил ему и сказал, и тогда он сказал, Но однако я оставил своих родителей в Йемене, которые плакали. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алей салям, сказал, Вернись к ним и заставь их смеяться, так же, как ты заставил их плакать. Муауя, Муауя бни Харифа, пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алей салям, и сказал, Я, Расуль Аллах, О, посланник Аллаха, я пришел к тебе, дабы пойти с тобой на джихад, хочу тем самым получить довольствие Аллаха и вечность рай. Пророку Мухаммад, саллаллаху алей салям, спросил, Твоя мама живая? Кала, На что он сказал, Да. Вернись к ней и хорошо относись к ней. Фаджииту ан-ямине, Наби, саллаллаху алей салям, факалю, Я, Расуль Аллах, Потом я подошел к нему с правой стороны и сказал, О, посланник Аллаха, я хочу с тобой пути на пути Аллаха выйти, тем самым хочу, лик Аллаха, довольствие Аллаху и вечность рай. Пророку Мухаммад, саллаллаху алей салям, сказал, Вайхек, горе тебе, Твоя мама живая? Кала, Наам, Я, Расуль Аллах. Сказал, Да, посланник Аллаха, Ирджа, Илейха, Фаберриха, вернись к ней и хорошо к ней относись. Фаджииту ан-ясари, подошел с левой стороны и сказал, О, посланник Аллаха, я хочу выйти с тобой на джихад на пути Аллаха, хочу тем самым получить награду от Аллаха, его лика, его удовольствие и рай. Кала, Вайхек, я муавия, о, муавия, твоя мама живая? Твоя мама живая? Кала, Наам, сказал, Да, Фаберриха, Фаджииту ан-ямами, Я пришел к нему в лицо, подошел и сказал, Я, Расуль Аллаха, Ини, Улиду джихада, Мухаммад, Ирджа, Илья, О, посланник Аллаха, возьми меня с собой на джихад, я хочу получить дликое удовольствие Аллаха и вечности рай. Он взял меня за одежду и сказал, Я, муавия, Ирджа, Иля умик, Фа, Сэмму джаннати тахти кадамейха, О, муавия, вернись к своей маме, твой рай под нее ногами, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Также, Пришла ее мама, она была в тот момент неверующей, и хотела с ней наладить отношения. И она пришла к постаннику Аллаха и сказала, Я, Расуль Аллах, О, постанник Аллаха, моя мама пришла, но она неверующая и хочет со мной поддержать отношения. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Поддержись с ней отношения, поддержись с ней отношения, поддержись отношения с твоей мамой, несмотря на то, даже если она неверующая, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. Поэтому, один тафсир, говорится, это те люди, у которых благие деяния сравнялись с плохими, в другом тафсире это те люди, которые вышли на джихад, умерли на пути Аллаха, но, однако, их родители не были ими довольны. И они все это время выжидают. Аллах, Субхану Алейхи вассалям, между обитателем рая и обитателем ада хиджаб, занавес. Что за хиджабная арафия говорится в другой суре? То есть, некий такой занавес, в ней есть дверь, внутренняя часть милость, то есть, на внутренней части обитателя рая, на этой части мунафигы, лицемеры, неверующие, наказания. И они будут общаться. А сверху них стоят вот эти люди, асхабы араф, и в этот момент, лица. И они друг друга знают и узнают. И обратились они, и они обратятся к обитателям рая и скажут, мир вам, мир вам, саламу алейкум, мир, ма шааллах, какой вы красоте. Аль-хамдул-ля, все проблемы остались позади в дуне, все переживания, все испытания. Вы сейчас, саламу алейкум, как будто они хотят туда зайти и получить обратный ответ, алейкум ассалям, дабы вместе с ними быть в раю. Всевышний говорит, субхану атеаля, но однако они не зайдут, хотя очень хотели бы туда зайти. После этого, они не по их желанию, но Аллах их направит в сторону обитателей ада. И когда они увидят, какое там наказание, еще они не знают их положение, они в раю или в аду, они скажут, о Аллах, не делай нас среди этих грешников в аду. Поэтому ученые говорят, смотреть на обитателей ада или смотреть на грешные лица неверующих, это наказание. Так же, как поклонение, когда ты смотришь на лицо человека богобоязненного. Как сказал Ибн Аббас, рада Аллаху анху, дай ему знание в религии, понимание в религии, обучи его тафсиру, он сказал, поистине, когда ты смотришь на лицо человека, который призывает к сунне и запрещает бидра, это есть само ибада, само по себе поклонение. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и ва салам, сказал, аля инна аулия Аллахи ида руу дзукер Аллах. Поистине, аулия Аллаха, приближенные люди к Аллаху, они такие, когда ты на них смотришь, вспоминаешь Аллаха, субханнаху ва-та'аля. Поэтому, когда они увидели, в каком они наказании, говорят, Раббана, о, наш Господь, мы не хотим сюда, не сделай нас вместе с обитателем ада. Поэтому ученые говорят, самое лучшее, когда ты видишь, человек грешит перед Аллахом, когда человек совершает тот или иной грех, говори, искренне в сердце, Раббана, ла таджа'альна ма ла ковми дзалимин. О, Аллах, не сделай меня вместе с обитателем ада, с грешниками, не делай нас вместе с этим. Но однако не возгорди своим поклонением над этими людьми. Сулейман, алейсалям, сказал, За ночь я пройду через 70 своих жен, которые каждый родит мне муджахида на пути Аллаха. Но не сказал иншаллах, несмотря на свою великую власть, Сулеймана, алейсалям. Не было больше такой власти ни у кого, как у Сулеймана, алейсалям. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, он не сказал иншаллах. И Аллах, в Коране, мы кинули на его трон тело. И он попросил Аллаха прощения и вернулся к Аллаху. Что за тело? Одна из женщин, 70 женщин, родила половина человека, инвалида. То есть мусульман, алейсалям, тут понял, что он забыл сказать иншаллах. Поэтому, когда ты видишь грешника того или иного, не возгордись, а скажи, я, Раби, ты милостенулся надо мной и не сделай мне исчезла этих людей, а веди меня по прямому пути. И эти люди, которые в аду, говорят, обитатели скажут, вы не зайдетесь в рай, вы с нами будете в аду. И это в Тавсире говорится, опечалило сердца вот этих людей, которые ждали весь судный день свой итог, куда они попадут в рай или в ад. И Аллах, Субхану Маталья, отвечает и говорит, обратиться к этим обитателям обитателям и скажет, по отношению к ним вы сказали, что Аллах не даст им свою милость и не ведет их в рай. Обратиться к этим людям, зайдите в рай. Нет у вас никакого страха. То есть не печальтесь, дальше страха не будет, только рай. И не будете вы опечалены тем, что было раньше. Все это забудете, то, что было в судный день. Потом, Субхану Маталья, говорит, уже обращение обитателей ада к обитателям рая. И говорит, когда всех Аллах ведет в рай и в ад, и эти обитатели обитатели ада закрикнут и скажут, тем людям, которые в раю. Может быть, с кем-то они были в этой жизни. Может быть, в этой жизни человек бывает, взывает к отцу, обращается к отцу, отец к своему сыну, жена к супругу, супруг к жене, мама к дочке, друг к другу, дай мне что-нибудь. Одно дайте нам чуть-чуть воды. Дайте нам из той воды, которая вам дано в раю, чуть-чуть. Или какую-нибудь еду, которую вам Аллах дал в раю. Дайте нам один финик, дайте нам одно факиха, один фрукт. Эти люди скажут, обитатели раю, поистине, Аллах, субхану ва-те-Аля, запретил это по отношению неверующим. Кто такие? Это те люди, которые взяли свою религию в качестве забавы, игры. Поэтому, братья мои, мы не должны брать нашу религию как игра. Неужто вы думаете, что Аллах вас сотворил играть? И вы не вернетесь ко мне, говорит, субхану ва-те-Аля. Также обитатели рая с каждым обитателем ада, за что они попали в ад? За то, что они сбивали с пути Аллаха сами и других. И хотели путь Аллаха сделать кривым. Философию закидывали, какие-то щубухаты в религию Аллаха. По-своему хотели исказить сунный Кур'ан, и они не верили в судный день. И Аллах субхану ва-те-Аля скажет, я запретил глоток воды, запретил кусок, кусочек из фруктов или из мяса рая по отношению к неверующим. В конце Аллаха этой истории говорит, я же им давал, я же им давал, не спасал книгу, которая изъяснил им соответственно знаниям Кур'ан, Худа, тот, который указывал прямой путь, и он указывает на милость для верующих людей. Уважаемые братья, в конце этого хотелось бы что сказать. Самое главное, посмотрите, эти обитатели Арав, весь судный день будут стоять 50 тысяч лет один день, как 50 тысяч лет, может быть, он еще, эти не те времена, как в этой Дуне, очень долго. И это наказание само по себе. Это те люди, у которых благие дела, сравнялись с плохими. Аллаху а'лям, сейчас у нас грехов больше или благих дел. Поэтому, что мы должны делать? Больше делаем благие деяния. Больше делаем благие деяния. Как сказал Ибн Масуд, одно благое дело приравенится к 10, а один грех приравенится к одному. Горе тому, у кого один победил 10. Поэтому, мы должны побольше с вами делать благие деяния. И самое благое деяние берегите таухид, берегите едино Божие. Не смотрите, не поклоняйтесь ни ангелам, ни посланникам, ни идолам, никому, кроме Аллаху, субхану ва Та'ля. Пророк Мухаммад, салаллаху а'ля, сказал, в судный день приведут человека. У него будет тысяча и тысячина сиджилля. 99 больших журналов расписаны его грехами. Один журнал по величине подобно как от земли до небес. И таких 99. И там вся его жизнь, все его грехи. Этот человек скажет, я погублен, я в аду. Но Аллах, субхану ва Та'ля, скажет, ты сегодня не будешь притеснен. И принесут битака, хадису битака, известный достоверно, хадис, карточку. И на этой карточке ла илляха илля Аллах. И тогда этот человек скажет, чем может помочь эта маленькая карточка по отношению к 99 таким большим журналам величиной от небес, от земли до небес. Аллах, субхану ва Та'ля, скажет, поистине ты сегодня не будешь притеснен. Положит эту маленькую битаку, ла илляха илля Аллах, его таухид, и все его 99 журналов на другую чашу весов, и перевесит эта карточка его таухид, ла иллях илля Аллах, и разлетятся все эти журналы. Просим Аллаху, субхану ва Та'ля, чтобы нас всегда вел по прямому пути, на пути единобожия, на пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, сделала нас любящими друг друга, ради Аллаху, субхану ва Та'ля, полезными для уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и как мы сегодня вместе собрались здесь для совершения коллективной молитвы, чтобы вместе мы также собрались вместе в раю Фердауси с нашими родителями, дедушками, бабушками, с нашими детьми, с пророками, с шахидами, с правдивыми. И как прекрасно это соседство. Фаакулу ма тасмахун, астагфираллаху ли ва лакум ва лисайрил муаминин ме кул дзембе, фаастагфируху, иннху хуа хуа лгафур ррахим, альжаваду лакарим, ассамия аддуаа.